Друзья, я всех приветствую на сегодняшнем заключительном занятии в рамках нашего онлайн-марафона о путешествии. И по традиции прошу, пожалуйста, дать мне обратную связь в чате, насколько хорошо меня слышно. Плюсики, либо по 10-байльной системе. Оцените, пожалуйста, качество сегодняшнего звука. Так, 10. У кого как еще слышно? 10 с плюсом 9. В принципе, сегодня качество вообще замечательное, да? Нет, не пятерок, не даже восьмерок. Я очень рада, друзья. Сегодняшнее наше занятие посвящено вариантам размещения за границей и типам номеров. Тема достаточно объемная, очень много материала, поэтому я предлагаю тогда не затягивать и, в общем-то, сразу приступить к теме. Немного звука прибавить. На самом деле, я поставила сейчас на максимум. Так, надеюсь, что хорошо будет слышно. В крайнем случае мы знаем, да, что всегда можно надеть наушники, и будет тогда звук еще лучше. Друзья, прежде чем планировать путешествия, мы всегда для себя определяем прежде всего страну, город, соответственно, конкретный район в городе, или же, если у вас запланирован пляжный отдых, то вы останавливаете свой выбор на том или ином курорте. Правильно? И дальше мы уже думаем, где же лучше всего разместиться вот именно в определенном месте, туда, куда мы хотим поехать, на все время проживания. Напишите, пожалуйста, в чате, каковы самые популярные варианты размещения, на ваш взгляд, чем вы любите пользоваться, вернее, где вы любите останавливаться. Даже если вы не путешествовали пока что самостоятельно, но вот пока что там через турагентство, каковы самые популярные для вас варианты размещения были в таких путешествиях? У кого был, пожалуйста, опыт путешествия, дайте мне знать. Так, 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 так. Со звуком все хорошо, все молчат, но, в принципе, я думаю, что, конечно, далеко ходить не нужно. Все мы знаем, и не стесняйтесь, можете писать. Самый популярный тип размещения – это, конечно же, отели. Да, в принципе, лидирующие позиции занимают у путешественников именно стандартные обычные оцени. Да, мы можем, конечно, выбрать различные категории. Вот и пять звезд, и две, и три, в принципе, на ваш вкус, кому как будет удобно. Куда селили, там и жили. Ну да, что предлагали, собственно, на то и соглашались, как правило, совершенно верно. Помимо стандартных, вот именно, отелей, друзья, как вы думаете, где еще можно остановиться за границей? Может быть, кто-то вот пробовал останавливаться не только в отелях, а где-то вот еще. Если был какой-то опыт, напишите. Если нет, я вас, конечно, таймить не буду, не буду затягивать, но мы пойдем тогда дальше. Да, в принципе, на первом месте я поставила как раз отели при размещении. Далее, естественно, еще можно разместиться в апартаментах. Можно снять квартиру, арендовать именно на конкретный период проживания, да, в котором вы хотите остановиться. Также можно остановиться в апарт-отеле. Мы об этом тоже сегодня поговорим. Более того, можно арендовать дом, виллу, особенно это удобно в том случае, когда у вас запланировано достаточно длительное путешествие. В этом случае дешевле будет арендовать, например, на месяц целый дом, как это многие делают в Юго-Восточной Азии. Также, друзья, можно разместиться в кемпингах. Кемпинги – это такие лагеря палаточные, куда люди приезжают именно на своем автомобиле, на таких грузовичках, вот, и, соответственно, проживают, к примеру, тоже целый месяц на территории вот такого целого кемпинга. Давайте, друзья, подробно остановимся на каждом из этих вариантов и, пожалуй, начнем с отелей. По поводу отелей. На самом деле их существует вот просто великое множество и выделяют, например, несколько вот таких самых популярных видов отелей, о которых мы сейчас и поговорим. Каждая группа предлагает отдых и проживание, вот, в соответствии с определенными стандартами. Я выделила 8 групп таких отелей и сейчас мы их подробно рассмотрим. В качестве самых простых вообще отелей, самых таких бюджетных, можно привести пример японских капсульных отелей. Они, в принципе, достаточно популярны именно вот в Японии и действительно стоят недорого. Ну, это для таких вот прям аскетов, для которых, в принципе, не важны какие-то блага, вот, удобства, да, и достаточно одной кровати. Потому что размер номера таких отелей составляет всего 2 метра на метр. То есть они просто очень-очень маленькие, буквально для вот того, чтобы провести, например, одну-две ночи. Ну, и почувствовать какого-то даже, наверное, экстрима, потому что у нас на территории России такого плана отелей еще вообще нет. Ну, достаточно интересный вариант тоже размещения. Напишите, пожалуйста, видно ли, как выглядят вот эти капсульные отели. Как раз у меня демонстрация памяти сейчас отображается, в принципе, корректно. То есть это вот такие барокамеры, да, куда можно залезть и переночевать. Вот именно такого вида. Я вам сейчас тоже еще покажу одну картиночку, как себя вольготно, комфортно, в кавычках, можно там чувствовать. Так, вот, например, такая фотография японского даже не туриста, а вот такой бизнесмен, но почему-то решил остановиться именно в такого рода отеле, вот в такой некой капсуле. Да, хотя мы видим, что там еще даже есть такой некий экран, ну, вот, подвешен, где, возможно, демонстрация фильмов идет, возможно, кино посмотреть. Но, что я вам скажу насчет именно удобств, я думаю, что они находятся где-то на этаже, потому что лично у меня такого опыта остановки в капсульных отелях не было пока что. И, честно говоря, я не уверена, что буду готова разместиться именно в таком месте. Но, тем не менее, они достаточно популярны, а достаточно популярны среди азиатского населения. Вот, и, в общем-то, многие-многие останавливаются именно в таких местах. Наоборот, друзья, вот для людей, которые любят такой роскошный отдых, можно рассматривать отели прям высочайшего класса, так называемый бутик отеля, где каждая деталь этого отеля свидетельствует о роскоши и дороговизне. Это относится и к интерьеру отеля, и к обслуживанию гостей. Между вот этими двумя видами, то есть самым бюджетным размещением, капсульным отелем и бутик отелем, находятся, конечно же, стандартные гостиницы. Это отели, работающие по системе постель и завтрак, bed and breakfast, то есть просто вот действительно где можно переночевать. На самом деле они тоже могут быть в разной категории, даже от двух и до пяти, просто не предлагающие каких-то дополнительных услуг. Также есть апарт-отелем, хостелем. Вот обо всем этом подробнее мы сейчас как раз и поговорим. Именно вот конкретно о видах отеля. Я сейчас еще раз вернусь к вот этому слайду, что те, кто не успел, можете тоже пока что переписать, какие существуют виды отелей. Я понемножечку начну тогда рассказывать. Отели, в принципе, принято различать не только по классу отеля, вот по категории, да, от двух до пяти звезд. Многие отели имеют свои некие особенные, даже специфические черты, которые их отличают от других отелей. Как правило, такие отели предназначены для какого-то определенного типа отдыха. Наиболее распространенными отелями, наиболее, вернее, распространенными видами отелей на сегодняшний день являются курортные отели, куда туристы, путешественники отправляются именно с целью отдыха, такого полнейшего релакса, либо, например, спортом заняться. Также, конечно, лидируют спа-отели. Такое тоже набирает и набирает обороты, потому что люди действительно как бы заботятся и о здоровье, и о себе, и когда просто хотят отдохнуть, выбираются для такого отдыха. Какой-то конкретный спа-отель с множеством процедур. Также вот именно отели VV, да, мы называем Bed and Breakfast, постели-завтрак, мотели, хостелы, бутик-отели и так далее. То есть на самом деле вот я выделила 8 самых популярных видов отелей. Итак, друзья, самый бюджетный вариант размещения из всех вот этих перечисленных, а после капсулы не хотели, ну, потому что они не слишком популярны по всему миру, да, не считая Азии. Лидируют, конечно, хостелы. Они занимают среди бюджетного варианта размещения самое первое место. Но, как правило, хостелы популярны среди студентов и молодежи. Именно эта категория путешественников чаще всего старается как можно больше сэкономить в поездках. Такой вариант размещения предлагает просто вот самый минимальный комфорт и минимум услуг. Это своего рода даже вариант общежития, потому что само слово хостел в переводе с английского означает общежитие. Первые хостелы, друзья, представляли собой на самом деле школьные здания, которые составали во время каникул и хотели как-то на это время задействовать. И, соответственно, их стали сдавать таким вот путешествующим студентам. Сейчас в мире в качестве хостелов сдаются уже не только школы и университетские общежития, но и строятся также специальные уже вот какие-то новые здания, которые будут предназначаться именно под хостелы. Хостел на самом деле даже, я бы сказала, сложно назвать отелем, именно вот в нашем понимании этого слова, потому что вряд ли вы там найдете одноместный номер. Как правило, в комнате проживает достаточно большое количество человек, может даже в комнате одной находиться 10 человек. Вот мы сейчас как раз видим на слайде большое количество кроватей, именно спальных мест на большую какую-то группу. Также, друзья, в хостелах не стоит рассчитывать на отдельную кухню и душевую, именно вот которая будет привязана к определенному номеру. Все такие удобства располагаются на этаже. В лучшем случае, например, выделят одну душевую, вот и один из поносил, да, на блок из нескольких комнат. Но вот лично для вас, как мы привыкли, в номере отеля такого не будет. Поэтому при бронировании, кстати, вот хочу вам еще сказать, нужно обязательно уточнять, входит ли стоимость номера постельное белье и полотенце. Как правило, это бывает за дополнительную отдельную плату, либо в каких-то, например, очень бюджетных хостелах могут вообще не предоставить, например, даже полотенец. Вот и придется взять с собой. Питание, также, как правило, не включено в стоимость номера. Его вообще могут даже вам не предлагать, даже если вы будете готовы заплатить. Но вот просто в хостеле, например, не может быть устроен для питания, то есть просто ночлег, вот некое такое койко-место. За счет всего этого, соответственно, и стоимость проживания в хостелах очень дешевая. И где-то вот начинается от 10 долларов. То есть, в принципе, за 300-400 рублей, вот, можно снять, вернее, можно подселиться в таком номере для множества человек, либо, конечно, там для трех, для четырех еще бывает, не всегда для десяти. Ну, будет для вас вариант, вариант подходящий вам. И, соответственно, загладить, вот, нету определенную минимальную сумму. То есть, хостелы наподобие общежития, да? И, соответственно, распорядок, вот, правила в них действуют такие же, как и в общежитиях. Естественно, введен запрет на курение, как уже и в большинстве нормальных даже, вот, отелей. Потому что в Европе, в принципе, во многих местах курить нельзя, да? Практически везде вообще, во всех общежитиях местах курение запрещено. В том числе и в отелях, хотя некоторые отели предлагают номера для курящих, в хостелах, как правило, курение вообще запрещено. Также запрещено употребление алкоголем, то есть, с собой, проносить напитки нельзя. Вот, и, кстати, не предлагают, не разрешают приглашать к себе гостей. Вот, а почему все это делается? Как правило, вот мы уже знаем, да, что в хостелах селится молодежь, вот, а люди молодого возраста много чего могут натворить, если будут, не будут соблюдены такие вот определенные правила, да, определенные условия проживания. Кстати, даже в некоторых вот районах Германии, например, возможно, в других странах я знаю, что даже существует максимальный вот такой возраст, до которого можно остановиться в хостеле, это 26 лет. Если вам уже больше 26 лет, то вам не разрешат там разместиться. Вот, и, в принципе, именно вот хостелы для молодых людей предназначены. Что вот еще хочу тоже сказать, потому что такой важный момент, наиболее серьезной проблемой в хостелах является безопасность. Конечно же, большинство хостелов имеют вот официальную охрану, но проблема воровства вот тоже еще стоит достаточно остро. Поэтому, друзья, если при планировании своего путешествия вы решите все-таки выбрать вариант проживания именно в хостеле, то не расставайтесь со своими документами ни в коем случае, не расставайтесь с наличными деньгами, с банковскими карточками, держите их всегда при себе, вот прям спите с ними, да, потому что воровство действительно очень распространено. Вот, пожалуй, на мой взгляд, ну, есть, конечно, плюсы хостеля, и вот, на мой взгляд, одним из таких плюсов размещения является, конечно, то, что вы можете познакомиться с интересными людьми, в особенности с людьми творческих профессий. Это могут быть начинающие актеры, музыканты, вот художники, потому что у людей таких профессий несколько вот иной взгляд на жизнь. Они живут в каком-то своем мире, и все материальное для них не очень значимо. Поэтому вы всегда, вот как бы, с ними будет интересно пообщаться, вы заведете себе новых друзей, в том числе иностранцев, иностранцев-студентов, да, с которыми можно потом связь поддерживать. В принципе, такие нужные, интересные контакты. Хостелы на сегодняшний день набирают популярность с каждым годом. И существует такая международная ассоциация хостелов, она находится в Соединенных Штатах Америки. В Европе есть тоже свой собственный союз, своя ассоциация, именно хостелы Евросу. И если вы оформите членство в одной из таких ассоциаций, то всегда можете рассчитывать на скидки при бронировании номеров. Даже учитывая то, что там и так стоимость, в принципе, минимальная, вы сможете еще получать всегда дополнительные скидки. Хочу вам еще назвать европейские страны, некоторые, вот в которых такое хостел-движение стало одним из самых популярных вариантов размещения. То есть в каких вот европейских странах наиболее популярны хостелы? Это Венгрия, во-первых, далее Словакия, Чехия и Голландия. Там вот больше всего распространено именно, распространено именно вот такой вариант размещения. Поставьте, пожалуйста, друзья, в чате пятерочки, понятно ли вот хотя бы самая такая основная информация по хостелам? То есть, в принципе, что они из себя представляют, к чему нужно быть готовым? Так, так, вижу, вижу, да, спасибо, друзья, замечательно. Следующий вариант размещения тоже достаточно популярный – это мотель. Мотель, я думаю, что многие знакомы с этим словом, даже особенно вот по американским кинофильмам, да, там все только и говорят, что мотель – мотель, вот давай остановимся где-нибудь в мотеле. Вот, мотели на самом деле чуть-чуть подороже, здесь больше уже удобств, но, тем не менее, такой вид размещения тоже достаточно простой и скромный, потому что мотель изначально задумывался всего лишь как отель одной ночи для путешествующих на автомобиле, вот когда необходимо просто где-то переночевать. Поэтому мотели, как правило, расположены на хайвеях, вот на трассах и представляют собой некую придорожную гостиницу, которая состоит из, ну, вот такая как бы типовая постройка, да, из неких зданий, не более там двух-трех этажей. Здания практически полностью состоят из одних лишь номеров, то есть просто вот выстроен некий такой комплекс, и двух-трехэтажный комплекс сплошь занят одними номерами. Место же, где происходит регистрация гостей и, соответственно, затем выписка гостей, да, мы называем это место ресепшн, тоже все это слово знают, а вот такой ресепшн обычно располагается уже в отдельно стоящем административном корпусе. Вот, то есть как бы не в основном здании, не в том здании, где живут, где как бы остановились все путешественники. Нужно будет пройти в соседнее здание. Забронировать мотель можно по телефону, можно через интернет, но такой вид бронирования, не скажу, что пользуется такой уж большой популярностью. Почему, друзья? Потому что, ведь очень сложно предугадать свою остановку на трассе, да, вот именно в какой момент вы захотите остановиться. Едете ли вы, ну, вы, например, едете, едете, и захотели вот остановиться, отдохнуть, переночевать и восстановить свои силы, и уже затем продолжить дальше вот путешествия. Поэтому в мотелях именно много вот таких экстренных внезапных постояльцев с незапланированными остановками по пути. А бронирование, которое осуществляется по телефону, там, по интернету, оно, кстати, всегда можно отменить, да, если у вас планы поменялись, но они даже непопулярны. Непопулярны чаще всего просто вы едете, и в любом понравившемся месте в мотеле просто решили остановиться и переночевать. Скажу вам, друзья, что первый мотель появился в Соединенных Штатах Америки в 20-х годах уже прошлого века, получается, сейчас у нас 21-й век, то есть в 20-х годах 20-го века. Если быть более конкретно, в 1925-м году, вот с этого года пошла история мотелей. Этот период в Штатах известен как такой период именно масштабного строительства сети автомобильных транс, и, соответственно, в это время возникла необходимость в создании такой вот придорожной инфраструктуры для путешественников. Мотель очень прост по своему архитектурному замыслу, вот мы видим, да, сейчас на слайде вообще одноэтажное здание, очень простенькое, и, соответственно, он очень удобен в использовании. На самом деле, друзья, на сегодняшний день больше всей половины, вот прям больше половины всего гостиничного фонда Соединенных Штатов Америки, это как раз-таки мотели на хозяях расположены. Сегодня в мотеле, кстати, можно встретить, конечно же, не только в Штатах, но и вообще по всему миру. Стоимость ночи, например, в мотелях Европы, вот в частности в Германии, во Франции, в Италии, если кто-то будет путешествовать на автомобиле, то стоимость размещения в мотеле примерно составляет от 15 до 40 евро за ночь в среднем. Возможно, 40 даже много, где-то вот рассчитывайте до 25, в среднем 25 евро стоит ночь размещения. Но в Европе еще, друзья, хочу вам сказать, что наиболее популярные, ну, даже не мотели, а так и называются, придорожные гостиницы. Мотели там встречаются немножко пореже, чем именно вот такие придорожные гостиницы. И самая популярная сеть таких гостиниц называется Формула-1. Это такое нечто среднее между бюджетным отелем и мотелем. Можно такую гостиницу вот этой сети Формулой-1 приравнять к отелю категории одной звезды. Основными клиентами таких гостиниц являются, как правило, участники вот некоторых автобусных туров по Европе. Вот могут их там разместить, потому что очень много именно переездов на автобусе, в том числе, например, ночных, либо вот вы поздно вечером приезжаете и хотите сделать остановочку до следующего места назначения. Ну, это, конечно, все в программе заранее прописано. Все об этом знают, что будет некая остановка по пути вот в тот или иной город. И можно спокойно остановиться, переночевать и провести ночь вот в таких однозвездочных придорожных гостиницах. На самом деле родиной вот этой сети отелей Формулы-1, о которой я сейчас говорю, является Франция. И, соответственно, вот тут уже будет стоимость несколько дороже, чем в обычных мотелях, и составит где-то в среднем 30-50 евро за ночь. Вот, что, в принципе, тоже, конечно, не очень дорого, и если вы действительно устали в путешествии, хотите остановиться, то можно вот эти там 30 евро заплатить внезапно, да, на такой непредвиденный случай, и, в принципе, вполне вот так более-менее в комфортных условиях провести ночь, потому что именно для ночлега там условия достаточно. Вот, ну, это, так сказать, именно гостиницы на любителя больше для автомобильных путешественников. Следующим наиболее популярным также вариантом размещения, вот, среди как бюджетных, так и более-менее уже каких-то приемлемых цен, являются именно отели Bed & Breakfast, постель и завтрак, которые, повторю, могут быть разной категории, от двух до пяти звезд. Поэтому стоимость будет, конечно, варьироваться. Это отели, друзья, для тех, кто предпочитает не тратить вот лишних, например, денег на номер в каком-то обычном отеле, а вот хочет при этом остановиться в небольшом, потому что, как правило, отели, это категория, вот даже если вы пяти звезд встретите, рассчитаны на небольшой номерной фонд. То есть там не будет большого количества людей, но вы, как бы, всегда за свои деньги получите определенный уровень комфорта. Вот, так как я сказала, что это уже небольшие отели, то, в принципе, они даже, как правило, вот такие отели семейного, семейного типа, где вас будет ждать такой домашний уют, домашняя кухня. И такие отели, наверное, идут также из Европы, в частности, появились они в Англии. Это достаточно удобный способ проживания во время путешествия, потому что, как правило, все, что вам нужно, да, вот это, по-другому, вы можете выбрать, например, такой отель даже категории двух звезд, и чувствовать себя вполне приятно. Потому что главной отличительной, вот именно отличительной такой особенностью отелей Bed & Breakfast является небольшое, как я уже сказала, число номеров, и, мне еще хочу сказать, структура управления. Потому что такая гостиница, чтобы получить именно вот такую категорию Bed & Breakfast, должна обязательно управляться владельцем дома или членами его семьи. Вот именно по этой причине отели Bed & Breakfast часто находятся в частных, в частных домах, хозяева которых сдают комнаты, ну, они могут сдавать, кстати, комнаты, как на какой-то определенный сезон, например, на лето, у нас это тоже уже становится достаточно популярным, на юге нашей страны, на Украине. Вот, друзья, где можно получить, как бы, определенную комнату снять на сезон, да, вот с вами такой, именно в таком семейном отеле. Самое широкое размещение, вот именно, вернее, самое широкое распространение такой вид отелей получил в Италии, хочу вам сказать, в Испании, в Греции, во Франции и, естественно, в Великобритании, то есть на своей родине. И преимуществом таких отелей является еще и то, что хозяева могут предложить своим клиентам массу сопутствующих услуг, ну, в том числе, даже экскурсии могут какие-то порекомендовать. То есть такая вот возникает именно семейная, дружественная какая-то обстановка, да, для небольшого количества проживающих. И каждая такая гостиница, это, кстати, вот еще даже своего рода вот некий уникальный музей, потому что вы можете оценить вкус хозяина, посмотреть на то, вот в каком стиле вы получили отель, также познакомиться с какими-то местными традициями, в принципе, вот, так сказать, прочувствовать местный колорит в полной мере. Стиль, в котором выполнен отель, уже сам за себя говорит, потому что там, например, различные статуэтки могут находиться, элементы какого-то декора, более того, манера готовить именно хозяина, да, такого отеля. Все это демонстрирует уже какие-то национальные черты, вот прям всей страны, черты народа и вообще данной местности. Поэтому, на самом деле, в принципе, это хороший вариант размещения, чтобы и страну прочувствовать, и вы всегда получите какую-то помощь от хозяев, даже большую помощь, чем в обычных стандартных отелях. Ну, так, конечно, бывает не всегда, не во всех категориях, не во всех отелях вот этой категории bed and breakfast, но, в принципе, для большинства из них это характерно. Потому что, вот, еще строят новые отели, то есть могут не только в домах хозяев размещаться, а выстраиваются какие-то специальные, вот уже современные здания, которые также причисляются к этой категории, и которые будут управляться какой-то определенной семьей. Например, вы можете выкупить это здание, либо же в этом случае могут еще назначить какой-то вот профессиональный менеджмент, который будет управлять именно вот этой гостиницей. Поэтому такие варианты тоже бывают, там не очень их, например, много, но бывают. Далее, друзья, и хочу еще остановиться также на популярном варианте размещения, это курортные отели. То есть, вот именно те отели, как бы, именно те отели, которые мы хотим выбрать, отправляются, например, вот чисто на пляжный отдых. Их еще называют резортами. Слово «резорт» прошло от нас тоже, к нам тоже из английского, из «ВСАА». Вот в принципе переводится как «курорт». Вот я думаю, что каждый уже из нас, конечно же, имел опыт пляжного отдыха и останавливался в таких вот курортных отелях, к ним еще относятся прям целые такие гостиничные комплексы. Потому что можно проживать на территории не только одного какого-то конкретного отеля, а очень часто существует вот некий такой комплекс, состоящий из, например, даже из четырех, из пяти отелей. И вы всегда можете, в принципе, воспользоваться услугами любого из этого отеля. То есть будете проживать в основном, можете пойти погулять на территорию другого отеля, но не всегда такие вот услуги могут быть бесплатные. То есть в каком-то случае, чтобы пройти на территорию другого отеля и воспользоваться той или иной услугой, придется, например, заплатить. Либо вас могут даже не пустить, если уже совсем сильно огорожена, территория закрытая. Потому что на одной территории могут располагаться отели как четырех, так и пяти звезд. И не, как говорится, не по всей территории можно свободно передвигаться. Это тоже имеется в виду. Я еще упомянула, да, именно выражение такой вот гостиничный комплекс. То есть еще можно назвать как гостиничный комплекс. И вот такой резорт в этом случае будет иметь закрытую территорию, куда чужаков пускать не будут. То есть местное население туда пройти не может. Только свои, состояльцы того-либо иного отеля, находящегося вот на территории всего гостиничного комплекса. Там есть, конечно же, своя собственная служба безопасности, которая все эти вопросы контролирует. Вот, если и удается кому-то проникнуть, то рано или поздно его, естественно, найдут. То есть такой вот отель, созданный по принципу резорта, это вот, можно сказать, даже курорт в курорте, да, своя огороженная определенная зона. То есть, в принципе, типичный пример отелей именно вот этого класса, это комплекс зданий с номерами, естественно, вот с номерным фондом, а также с бассейнами, их бывает даже несколько, а также несколько ресторанов, несколько баров на территории может располагаться. И часто такие отели имеют свой собственный, выделенный пляж, не общественный, то есть на такой пляж не будет приходить местное население. Пляж, как говорится, только для своих, для постояльцев именно этого резорта. Большинство таких курортных отелей рассчитаны как раз-таки на массового туриста. Ну, есть также и курорты, которые вот концентрируются на каком-то отдельном, определенном направлении. Например, это может быть чисто спортивная тематика такого отеля, может быть сделан уклон в спа-процедуры, к примеру, да, вот и так далее. Это может быть, например, еще, кстати, отель для очень состоятельных людей, для очень состоятельных людей, которые любят такой прям роскошный отдых. И в этом случае там уже будет все прям чинно, важно, спокойно. То есть такой отель для определенной тусовки уже будет, для определенного круга людей. Ну, что хочу вам еще, друзья, сказать. В принципе, и в таком плане размещения тоже могут быть какие-то определенные минусы. Ну, вот лично для меня минусом, например, является то, что ты, как бы поселяешь на территории такого отеля, чувствуешь себя несколько отрезанным от остальной части страны, да. То есть мы в этом случае не можем общаться с местным населением, если только специально не будем заказывать вот какой-то транспорт, какие-то экскурсии, выезжать на пределы отеля, даже там в центр ближайшего города. И, соответственно, мало что мы можем узнать о самой стране в целом, об обычаях страны. Вот для меня это такой, я бы сказала, вот прям на самом деле минус. Ну, в том случае, когда хочется, вот прям, конечно, релакса, такого чисто пляжного отдыха, когда, как говорится, видеть никого, не хотите, а просто отдыхать, то в этом случае, конечно, это вполне себе выгодный вариант размещения. Посмотрите, пожалуйста, в чате плюсики, друзья. Был у вас опыт размещения в курортных отелях. И вообще, насколько хорошо меня слышно, потому что я тут вещаю-вещаю. Да, я думаю, что со звуком все в порядке, все понятно. Потапите, пожалуйста, плюсики. Отлично, отлично, то есть совсем понятно. Так, главное, меня слышат, да, кто-то лень это писает, но ничего страшного. Сейчас наибольшее число отелей, вот таких отелей, курортов именно, находится в странах Карибского региона. Ну, к таким странам мы все знаем, да, что там относится Доминиканская республика, Куба, вот, в принципе, вот то, как раз Карибское направление, там очень много таких отелей. На островах. Также, друзья, много отелей находится в странах Северной Африки, в Марокко, в Египте, да, мы там уже тоже все бывали, и знаем, что за пределами отеля просто делать нечего. Ты выходишь, как говорится, а вокруг тишина, и чувствуешь себя, конечно же, отрезанными от остального жизни, и куда бы мы не захотели поехать, придется всегда заказывать либо такси, либо там свой какой-то транспорт, да, если вы об этом заранее позаботились, либо экскурсии какие-то брать, и заезжать уже за пределы отеля, и знакомиться именно с, ну, со всей страны, потому что в отеле, конечно, в этом плане спешновато. В принципе, друзья, хочу сказать, что даже круизы можно отнести тоже к типу проживания в отеле-резорс, вот именно к таким курортным отелям, потому что путешествия на каком-то лайнере, да, нас тоже окружает море, нас также окружает солнце, в принципе, тот же набор услуг нам предоставляют, и практически та же отрезанность от внешнего мира, потому что остановки существуют только по определенному маршруту, вот именно в конкретных городах, которые всегда пройдутся на строграмме, и там вы уже делаете вот такие вылазки и знакомитесь со страной, да, все время, в принципе, путешествуете, находясь именно в море, в океане, и пользуясь услугами и сервисом только, который предлагается на лайнере. Далее, друзья, по популярности лидирует бутик-отели. Бутик-отели, я думаю, тоже уже многие из нас слышали такое выражение, да, и это такие вот уже прям роскошные какие-то отели. На самом деле, вот три основные черты, которые характеризуют именно бутик-отели, это роскошь, это эксклюзивность и, в общем-то, вкус, да, туда отправляются люди хорошего вкуса, которые не ленятся, вот стараются подобрать себе некий такой шикарный, роскошный отдых и заброняют проживание в таких вот бутиках, именно в бутик-отелях. Еще немаловажным фактором в этом случае, конечно, является место расположения такого отеля. Однако, друзья, собственно, практика, в принципе, показывает уже, тоже, если вот, значит, ну, в общем-то, простудируете интернет, посмотрите, где располагаются эти аферы, вы поймете, что они не только в каких-то там привилегированных, очень интересных местах и районах находятся, на самом деле уже много людей устраиваются, потому что не столько места скрасит бутик-отель, да, сколько конкретно вот такой бутик-отель будет скрашивать место, место размещения и продавать какой-то колорит данной местности. Поэтому люди обычно и даже выбирают уже бутик-отель, исходя именно из функционала самого отеля, а потом уже будут смотреть, где конкретно он находится. Такие отели, друзья, как правило, строятся на небольшое количество номеров, ну, как, например, не более 100, в принципе, это вот максимально, как правило, всегда меньше, гораздо меньше, обычно это где-то вот 20-30 номеров. Почему же, друзья, вот к такому слову отель добавляют еще именно такое слово, как бутик, потому что бутик определяет степени комфорта и уникальность гостиничного сервиса. Это в первую очередь вот некий такой неповторимый дизайн интерьера отеля. И, кстати, не обязательно должно быть какое-то вот такое модное место, да, как я уже сказала. Главное, чтобы отель был стильный, чтобы отель был модный и интересный, уникальный, с прекрасным интерьером. Дизайн бутика-отеля выдержан строго в рамках определенной схемы. Это может быть, например, такой вот некий аристократический лоск, ну, к примеру, конца 19 века, вот именно все в этом стиле будет выдержано, либо какой-то такой ультрасовременный минимализм будет в интерьере присутствовать именно в декоре. Я, кстати, вот лично люблю такой стиль минимализм именно. Я не люблю нагромождение вещей как дома, так и в путешествиях. Стараюсь выбирать именно дизайн отеля. Если цена меня устраивает, то почему бы не разместиться вот именно в таком месте. А для тех, друзья, вот кто интересуется дизайном, модой, скажу, что сейчас очень модно приглашать различных известных дизайнеров, чтобы разработать именно вот такой проект интерьера таких вот бутик-отелей. В частности, часто обращаются за услугами к французскому дизайнеру интерьеров, к Филиппу Старку, а также сейчас уже стали даже обращаться к французскому модельеру Кристиану Лакруа, то есть они только в направлении моды работают, а также именно вот в дизайне интерьеров. И они с удовольствием помогают, разрабатывают интерьеры вот в некоторых французских отелях, потому что это вот эти люди именно французы, да, и, соответственно, вот много они работают над отелями Парижа и других регионов во Франции. Вот это становится уже очень и очень модным таким популярным направлением. А сейчас, кстати, еще тоже достаточно модно переоборудовать различные заброшенные фабрики, усадьбы, да, вот даже замки какие-то переоборудуют под бутик отелей. При этом, друзья, вот при создании такого отеля зачастую стараются вот как можно прям максимально сохранить атмосферу прежнего помещения и обыграть его таким образом, чтобы гость чувствовал себя в таких отелях вот каким-то особенным образом, вот чтобы что-то необычное там прочувствовать. Например, можно себя ощутить и персонажем какой-либо сказки, там, не знаю, какого-то приключенческого романа, детектива, или же вообще love story, да. То есть вы размещаетесь в этом отеле и полностью погружаетесь вот в такую некую определенную атмосферу. Стоимость проживания в таких бутик-отелях высокая именно за счет его уникальности, потому что, как правило, каждый номер уникален и имеет, соответственно, свою цену. В среднем стоимость начинается от 200 евро за номер за одну ночь, в особенности вот этот площадь на европейским городах, столицам. Таких отелей достаточно много на территории Парижа, много в Барселоне, в Риме, даже в Стамбуле, вот в Ак-Флоренции в том числе. И если вот не о Европе говорим, то, например, в Америке, в Нью-Йорке очень много бутик-отелей тоже. Еще, друзья, вот одно качество, которое выделяет бутик-отели из общего числа всех остальных обычных стандартных отелей, это, конечно же, особые услуги. Вот некие такие услуги, которые только они могут предложить. Такие исключительные услуги, назовем это так. Например, в качестве трансфера могут предложить, например, трансфер на вертолете до такого отеля. Ну, конечно, не везде, а там, где это возможно провести такой трансфер, то, в принципе, путешественникам предлагают. Например, могут предложить джакузи с шампанским, ну, хотя вот такой шампанским, это уже из категории каких-то таких, наверное, обычных услуг. В принципе, любой отель, да, по запросу может вам такое организовать. Да, номер, потому что действительно очень интересный, потому что выделены, ну, как раз, в частности, в определенной тематике, в тематике морской. Мы видим, что здесь и спасательный круг, и все в таких нежных голубых тонах. И, соответственно, в таких отелях все-все номера будут разные. То есть где-то вы зайдемте и почувствуете себя персонажем сказки «Алиса в стране чудес». Я знаю, что в Париже есть отель «Севен» называется, и, соответственно, там вот очень много таких именно сьютов, люксовых номеров, которые выдержаны именно в тематике сказки, вот сказок. Достаточно интересный, интересный очень отель. Причем там есть еще даже номера с парящей кровати. То есть кровать вот прям подвешена. Вы заходите, и кровать стоит не на полу, как обычно это происходит, а как бы парит в воздухе. Ну, это достигается неким определенными, конечно, условиями. Вот этот родом вот просчитывается, там специальная и подсветка, и, возможно, какие-то устройства, которые на солмем деле вот сначала в глаза не бросаются. То есть можно тоже вот как бы там поладить, посмотреть, как происходит. Вы реально будете спать на подвешенной кровати. Вот, поэтому интересно. И цены, кстати, невысокие. Я тоже лично на себя смотрела, потому что очень хочу попасть в этот отель, называется «Севен». Цены, по-моему, начинались, вот я смотрела, где-то от 100-70 евро за ночь. Поэтому можно себе позволить такой отдых, если вы заранее будете бронировать. Если еще скидки будут долго, говорится, почему бы и нет. Всегда очень интересно, всегда интересный, такой уникальный опыт получится. Друзья, я вам рассказала вот о самых популярных видах отелей. Ну, они, конечно же, далеко не единственные, и по всему миру можно найти вообще вот такие лифта размещения, которые невозможно перечислено вдруг не попадают. Мы уже поговорили о капсульных отелях, да, потому что они не очень популярны, но, тем не менее, существуют. Далеко не каждый, конечно, захочет остановиться в той кругу комнаты 2 метра на 1 метр. Вот, то есть номер, мы смотрели с вами тоже на слайде, равен по площади, ширине кровати, да, и не сантиметром больше буквально. Более того, друзья, вот есть еще так называемые тематические, вот тематические отели, как раз то, что я вам сейчас показываю, да, и вот этот слайд. И вот эти котели тоже могут относиться к категории тематических, когда именно в них номера выдержаны в определенном каком-то стиле. Вот, и не знаю, в стиле сказок, вот в морской тематике и так далее. То есть именно конкретно по каждой стиле. А к такой категории, к категории тематических отелей еще, кстати, можно отнести... Ай, сейчас я пока найду конкретно слайд, хотела показать, если вы знаете, то напишите, пожалуйста, в чате, сейчас пока у меня будет открываться, чтобы вас не опередить и не подсказать, какие еще могут быть тематические отели. Если кто-то сталкивался, то можете написать. Так, 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 наверное, еще, да, пока не всем известны именно тематические отели. Окей. То есть, в принципе, друзья, это отели-замки, это отели для молодоженов, то есть только отели для молодоженов. Отели на деревьях могут быть, отели в пещерах могут находиться, например, ледяные отели, отели на колесах, то есть в виде вот таких вагончиков, фургончиков, отели в монастырях могут быть тоже на любителях. Есть отели конкретно для любовников, то есть даже не для молодоженов, а для любовников, есть такая категория. Существуют отели-тюрьмы, отели-острова, подводные отели и так далее. То есть, на самом деле, тематика может быть вот просто нескончаемая, как говорится, пока не иссякнет фантазия человека. То ты будешь придумывать всевозможные и всевозможные вот такие тематические отели. Я вам сейчас хочу продемонстрировать, как выглядят, к примеру, отели на деревьях. А, там нет даже окошек. Вы знаете, нет, почему? Окошки могут быть, зависит от того, где находится отель. То есть, если мы выбрали отель в пещере, то, конечно, там окон вообще быть не может. Если подводные отели, соответственно, тоже, да, все зависит от тематики. Вот сейчас идет демонстрация слайда именно отеля на дереве. Вот тут мы видим, что окна присутствуют. А, да-да-да, Светлана, тоже очень интересно. Да, и, в общем-то, в этом отеле будет не для наблюдения каких-то панорам за окном. Ну, вот, собственно, вот такие тематические отели, например, на дереве достаточно тоже интересные. Не всегда они выдержаны именно, вот, как бы, так, как показывают сейчас на слайде. То есть, бывает там типа вот какого-то шалаша обустроенного. Вот более такую цивилизованную, то есть, именно картинку такого цивилизованного отеля на дереве показала. Да, а когда вы тоже начнете посмотреть в интернете, написаны всевозможные фотографии отелей в виде шалашей на дереве, то тут становится действительно страшно, страшно, то есть, не знаю, как он крепится и, возможно, упадет. Ну, более того, это тоже, конечно, на любителя, да, потому что здесь насекомых очень много, ползые, да, всевозможных муравьев. То есть, я не знаю, может, конечно, внутри существуют какие-то специальные средства, вот, которые не позволяют проекновению именно муравьям. То есть, они потом либо умирать сразу будут, вот как от комаров, да, существуют. Вот, потому что не очень приятно будет, когда по вам кто-то там начнет ползать. Вот, так что, друзья, на любителя, на самом деле, мир очень интересный, вы всегда сможете подобрать любой вариант размещения, да, вот под любой абсолютной тематикой. Тема отеля бесконечна, об этом говорить можно, конечно, не очень долго, друзья, поэтому я вот хочу сейчас немножко вкратце рассказать о следующем типе размещения. То есть, ну, как конкретно сейчас разобрали именно отели. Давайте перейдем еще к апартаментам. К апартаментам поставьте, пожалуйста, в чате плюсики, слышали ли вы, что это такое, что за вариант размещения вот такой апартаменты. Это, может быть, кто-то уже успел что-то бронировать, кто-то, возможно, пользовался апартаментами. Так, да, да, то есть, в принципе, все наслышаны. Это своего рода квартира, да, могут быть квартиры. То есть, размещение в апартаментах на самом деле очень популярно среди путешественников, но не несколько вот поменьше, чем в отелях. То есть, отели, в принципе, лидируют, потом уже идут апартаменты. Где бы у вас апарт-отели, сейчас я тоже остановлюсь на этом. Все зависит от сроков поездки и от вашей цели путешествия. Как раз сейчас я демонстрирую слайд. Именно апарт-отеля это номер, то есть, вот именно апартаменты, да, то есть, можно называть номера, потому что это уже, не только даже отельного плана. В этом отеле я лично останавливалась в денье. Вот, и мне очень-очень понравилось. Это был мой первый опыт размещения в апартаментах. Вот, то есть, вот такой некий номер даже какого-то отельного, отельного типа. Оно похоже, тем не менее, на квартиру. То есть, вы не просто арендуете в этом случае квартиру у кого-то, да, и платите ему для местного проживания, вы, в принципе, живете как иностранец, да, вот можете себя прочувствовать настоящим местным жителем. А я для первого раза рискнула и забронировала апартаменты именно в отеле, на территории отеля. Вот, ну, в принципе, они похожи, как и на обычную квартиру, потому что созданы именно по принципу квартиры. Все, друзья, вообще началось с того, что, вот, как вообще стали появляться апартаменты, как они стали набирать обороты, вот, и популярность. А семейные пары, когда путешествуют с детьми, они, вот, им не очень комфортно останавливаться в каких-то, вот, обычных отелей, потому что такие, вот, обычные, стандартные отели, на самом деле, недостаточно гибки, вот, в частности, в части обстановки. Номера, особенно, когда семьи выезжают на курорт, да, на какой-то длительный отдых, и много какого-то дополнительного сервиса, вот, в этом случае нужно. К сожалению, который отель предложить не всегда может. Вот, просто нет в отеле такой возможности. И поэтому сказывался и сказывался вот такой недостаток сервиса. И такие семейные пары стали бронировать именно проживание в квартирах, вот, в апартаментах. И уже, как бы, обозначив вот такую вот тенденцию, когда стал появляться спрос, стали как раз именно вот уже строить конкретный апарт-отели. И предлагать размещение даже не только на каких-то вот курортах, да, где пляжное направление очень популярно, а именно даже в городах, столицах, вот, в любом европейском городе вы всегда найдете достаточный выбор апарт-отелей. Вот, и даже возник такой девиз некий, что лучше жить, нежели чем останавливаться. Потому что вы, находясь в таком месте, чувствуете себя как дома, как в квартире. А апарт-отели, друзья, очень выгодно отличаются от обычных гостиниц еще и тем, что предлагают не стандартный вот какой-то набор вариантов для проживания, то есть вот это вот номера, там различные классификации, мы знаем, да, и стандарты, и улучшенные номера, и билюты, и билюты, вот, вот, а именно, вот, именно вот апартамент больше подходит для жизни, вот именно как квартира такой, да, но отличается даже от простых, от простой аренды квартиры. Иногда выгоднее даже бывает, вот, забронировать номер на подобие квартиры, да, вот апарт-номер именно в апарт-отеле, в апартамент-отеле. Ну, вроде бы как и квартира, а в то же время, вроде бы как и отель в то же время получается. Это вот такое некое преимущество, потому что, кстати, вот в таких отелях используется еще такая традиционная схема бронирования номеров. То есть так вы здесь можете забронировать номер так же, как и в любом другом отеле. Если квартиру нужно как-то по-другому снять, вот, конкретно поискать, да, по другим каналам, то вот такой вот номер в апарт-отеле на подобие той же квартиры вы сможете снять, вернее, забронировать по традиционной схеме. Вот всегда любой поисковый сайт будет отображать всевозможные варианты размещения вот в таких апарт-отелях. Более того, хочу сказать, что вы тоже, мы видим сейчас на слайде, что номера в таких отелях оборудованы вот как раз всем необходимым. Вот все, что нужно, все, что понадобится для нормального такого комфортного проживания. Это и оснащенная кухня, достаточно оснащенная, да, там и чайник, и вот вся посуда существует, и микроволновая печь, и плита, и какой-то вот холодильник, где-то мини-холодильник, где-то большой, мы здесь видим достаточно большой, и морозилка там есть, вот прям все, все, все. Вы сможете пойти в супермаркет, как обычный местный житель, купить продуктов и приготовить себе что-то самостоятельно. Ну, хочу сказать, что очень выгодно, конечно, снимать вот такой, именно вот такой вариант размещения, арендовывать, когда вы едете на длительный срок, на длительный срок, и сможете тогда существенно сэкономить. На других вариантах размещения, друзья, я останавливаться очень подробно сегодня не буду. Но, скорее всего, я, наверное, проведу даже отдельный какой-то вот интернет-семинар на эту тему, да, где можно будет более подробно еще послушать про всевозможные варианты размещения, потому что тема эта достаточно объемная, и вот, скорее всего, я, может быть, даже проведу несколько занятий, может быть, даже в рамках вот какого-то второго марафона по путешествиям, либо, может быть, какой-то даже тренинг придумаю, возможно, это не будет уже бесплатно, может быть, это бесплатно, там, для какую-то символическую даже сумму, но посмотрим, потому что, в принципе, как бы вот такая вот самая основная информация, я думаю, по размещению понятна, да, у кого-то вот уже тоже в чате писали, был такой опыт, более того, мы с вами разобрали даже те варианты, вот те варианты, например, вот капсульных тех же отелей, да, которые еще далеко не все посетили, может быть, даже не все об этом знали, но тоже интересно, как бы кто поедет в Японию, может быть, на одну ночью стоит там остановиться, не знаю, потому что это действительно интересно. По постелам с вами мы, друзья, прошлись, вот я сейчас как раз смотрю на план, мотели мы разобрали, что это такое, все это понятно, отели Bad & Breakfast тоже, в принципе, ясно, друзья, курортные отели, понятно, уже всем, да, тоже давно, бутик отелей мы тоже поняли, что это такое тематические отели, тем более вообще очень интересная тема, о ней тоже можно будет много-много еще и долго поговорить, апарт-отели, вот именно апартаменты, квартиры, в принципе, тоже понятно, да, друзья? Поставьте, пожалуйста, в чате плюсики, вот именно по видам, по видам отелям, все ли ясно было на сегодняшнем занятии. Угу, так, так, да, а, да, где же сейчас, да, тема большая, обширная, да, все понятно, поэтому, потому что, в принципе, у нас вот из такого самого основного, да, вот о чем я хотела тоже сегодня еще поговорить, это дома, виллы, кемпинге, ну, в принципе, дома, виллы арендовать тоже можно, и предпочтительнее именно на длительный какой-то срок, когда вы едете, например, в то же азиатское направление, да, вот в страны, и хотите провести месяц, два, либо вообще уехать на зимовку, то здесь единственный вариант проживания будет, выгоднее всего, это снять дом, снять домик у моря, например, либо арендовать виллу, если вы едете, большим составом, потому что виллы всегда состоят из большого количества номеров, и, соответственно, вам это, вам прям будет очень дешево там разместиться, потому что в Айде стоит аренда домов в среднем 10, да, вот как раз отвечая на вопрос, Светлана, 10-15 тысяч рублей в месяц, в месяц, и если у вас большое, например, количество желающих, с кем вы хотите поехать, вы можете арендовать вот такой дом, даже если целую виллу, может быть, она будет стоить 20 тысяч, там, или 25 тысяч рублей, с очень прям хорошим условием проживания, с собственным бассейном на берегу пляжа, вернее, на берегу моря, и если вы эту сумму поделите на всех проживающих, это будет очень-очень дешево за целый месяц, вот поэтому тоже возьмите себе на заметку, мой совет всегда в этом случае снимайте вот дом, либо целую виллу. Ну, по размещению в кемпингах, в принципе, тут тоже все понятно, это сугубо на любителя, те, кто тоже путешествует на машине и любит какой-то бюджетный, комфортный, вернее, бюджетный вариант размещения, и которые привыкли вот жить на природе, то есть в палатках, либо в своем вагончике, тоже нужно заранее об этом позаботиться и арендовать место, место в этом кемпинговом лагере. Здесь тоже еще стоимость, кстати, рассчитывается и количество человек, и будет ли у вас стоять вот именно машина ваша, да, вот, то есть как бы отдельное место еще будет включено в стоимость именно за автомобиль, за этот вагончик, который вы туда поставите. Вот в среднем это где-то, например, 12-15 евро за одно такое место, то есть за место для вагончика вашего и за человека. Вот примерно такое, вот, как бы из такого расчета это рассчитывается, и тоже получается дешево, да, там 15 евро, 30 в ночь, и в принципе, если вы хотите долго проживать, может быть, какие-то еще скидки можно будет тоже получить. Друзья, я просто боюсь, что сегодня начнутся на сервисе профилактические работы. У нас еще вчера, вот, когда мы вышли уже из комнаты, я тут еще последняя осталась, и сайт из нас отключился. Поэтому, дай Бог, чтобы сегодня этого не было, я вот так немножко даже, может быть, торопилась. По поводу номеров, друзья, я напишу конкретную статью у себя на блоге, вы всегда знаете, что можно зайти на мой блог, аннароманова.ру, я напишу как раз именно про типы номеров. Вот вы сможете прочитать, прокомментировать статью, также задать вопросы, особенно если что-то там будет непонятно. Я в комментариях отвечу на все вопросы. Вот, и, кстати, ну, в принципе, не пишите мне в личную почту, да, с вопросами по типам номеров, потому что, может быть, такие же вопросы могут еще возникнуть и у читателей, и у других читателей, поэтому лучше именно в комментариях я отвечу на все вопросы по типу номеров. Тема эта тоже не очень сложная, там, то есть, это будет стандартный набор типов номеров, и, соответственно, потом вам просто в почту перешли ссылочку, чтобы вы перешли и почитала. Тем более я уже там даже начала писать статьи на тему номеров в отелях, то есть, как можно получить хороший номер в отеле. Вот, и сюда можете зайти на мой блог, почитать. Вот, статьи еще буду писать и дополнять. Что еще хочу, друзья, вам сказать? Марафон наш уже подошел к концу. Самые основные темы мы с вами, друзья, уже разобрали. Вот, хорошо, да, виды отеля я подключил, да, отображается корректно в слайд. Я вижу, спасибо за отзыв. Можете тоже еще переписать, какие существуют виды. Вот, да, друзья, всем, пожалуйста, рада была встрече. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!